Каков сегодня рынок венчурного инвестирования? Кто и во что инвестирует? Легко ли сегодня привлечь деньги в новый технологичный проект? Обсудим с нашим гостем и в студии РБК, в отеле «Арарат Парк Хаят». Наш гость, предприниматель, венчурный инвестор Иван Алёхин. Иван, приветствую вас. Доброе утро, доброе утро всем зрителям. Иван, ну вы слышали наши рассуждения, наши выводы. А вы-то как считаете? Сегодня кто основной инвестор на рынке венчурных инвестиций? В принципе, есть ли этот инвестор? Некоторое время назад, я помню, были дискуссии, что инвесторы ушли. Иностранные в связи с санкциями российские так находятся в некотором пессимистичном настроении и так далее. Что вы сейчас видите, что фиксируете? Ну вот смотрите, я как венчурный инвестор и сооснователь стартап-шоу вижу следующую картину. То, что вот те крупные российские инвестфонды, такие как ФРИ, да, это фонд развития интернета и инициатив, они приостановили инвестирование в этом году. Огромное количество проектов стартапов, которые приходят в Сколково, не получают никакого финансирования. Более того, Сколково самостоятельно уже продает сервисы, чтобы развивать именно экоструктуру Сколково. И на сегодняшний день основной инвестор – это частный инвестор. В нашей стране так получается, что практически до 70% предпринимателей, которые уже развивают бизнес, он у них уже и так есть и приносит выручку, они не могут получить в банках, в банках не могут получить просто обычный кредит. Потому что кредитная система, она, мы сами знаем, да, это либо залог автомобиля, либо земля, недвижимость, что-то. Но есть огромная армия людей, несколько миллионов человек в нашей стране, которые прекрасно понимают, что в недвижимость вкладывать невыгодно, в золото вкладывать невыгодно, в банки в депозиты вкладывать тоже невыгодно. И люди, вот эти обычные физические лица, которые держат, ну, скажем так, деньги под подушкой, либо на счетах, они ищут, в какие проекты вложить. Люди проходят огромное количество обучения о том, как правильно инвестировать в стартапы, и как классическим инвесторам, когда купил квартиру на этапе котлована, потом продал, собственно говоря, как начать правильно инвестировать именно в венчурные, в высокорискованные инвестиции. Иван, хорошо, но эта тенденция, вы ее как оцениваете? Ее со знаком плюс или со знаком минус? Я не совсем понял. То есть, получается, были опасения, что мы создаем какой-то маргинальный рынок венчурных инвестиций, когда основной инвестор это государство. Вы сейчас говорите, государство несколько дистанцировалось, ну, или, по крайней мере, там, проинвестировало все деньги, сейчас нет наращивания объема, а сейчас на переднюю плату выходит инвестор. Это хорошо или это, так сказать, от безысходности? Это великолепно, это лучшее, что может быть, потому что, на самом деле, весь венчурный рынок всего мира, это, прежде всего, частные инвесторы, которые либо лично инвестируют, либо инвестируют через венчурные фонды. Не более, не менее того, участие государства просто минимальное, и оно должно быть минимальным. Благо, что у нас в стране были созданы и Сколково, и Фри, и были частные фонды, типа фонда Игоря Рыбакова, например, либо Бортника. Это хорошо, потому что это были первые семена, которые взрастили интерес вообще к венчурному инвестированию. И вот, к примеру, 10 сентября на стартап-шоу в Москве будет порядка 600 инвесторов, которые будут рассматривать порядка 10 стартапов. Поэтому, если есть такая возможность, я приглашаю лично вас, как и ведущего. Я понял, спасибо за... Приходите, посмотрите, убедитесь. Понятно, Иван. А вот тогда возникает вопрос. Почему тогда низкий уровень внедрения? Мы не видим результатов этих инвестиций. Ну или точнее, может быть, мы не видим. Действительно, они есть. Вот как вы их оцениваете? Можно ли говорить о том, что они начинают влиять на экономику страны в целом? Или это так, локальные успехи, небольшие, там, подзаработать одному другому инвестору, но не происходит глобального сдвига в системе? Рассказываю. Изначально предполагалось, что инвестиционные фонды будут инвестировать в высокотехнологичные, прорывные технологии. Но этого не произошло. Ну, просто потому что не произошло. Не было опыта, не было знаний, не было компетенции. И рынок органический рос. Что в Сколковых, что в Фри, что во всех остальных фондах, собственно говоря. Но есть венчурный инвестор. А венчурному российскому инвестору, ему хочется инвестировать в понятные бизнесы. Ну, грубо говоря, есть две кофейни, и кофейник хочет масштабироваться на 100 кофеин. Понятно, на что инвестировать. Есть, не знаю, какие-то пункты ТО и самообслуживания, либо моек автомобилей. Есть пять моек, нужно 50. Инвестор инвестирует в понятный ему бизнес. У нас практически, ну, не знаю, наверное, полпроцента или 0,3% всех тех инвестиций, которые в течение года, это высокотехнологичные проекты. Высокотехнологичные проекты в России, они не развиваются, потому что у них нет заказчика. Понимаете? Нет инвестора, который хотел бы инвестировать в высокие технологии. А, Иван, давайте тогда времени немного. Иван, как раз вы подняли очень важную тему и важную проблему. Отсутствие заказчика. Кто должен стимулировать этих заказчиков? Я так понимаю, вы ведь ориентированы, рассчитываете на то, что большие деньги есть у больших заказчиков, а сегодня большой заказчик – это госкомпании и так далее. То есть как здесь подталкивать, заставлять, что делать? Вы знаете, поищем следующее. Большое чувство здесь никак. Большие компании, с одной стороны, они заложники, они заинтересованы в том, чтобы были высокие технологии. И, с другой стороны, они не готовы приобретать эти высокие технологии просто потому, что это дорого изначально стоит или у них не хватает компетенции на просто что будет дальше. Плюс они госкорпорации, им может что-то пролететь, что они сделали что-то не то. И не будем забывать, что менеджеры госкомпании, они ходят на работу, чтобы работать, а не чтобы их компания зарабатывала. Они функционал другой, задача удержаться на кресле. Поэтому они не принимают высокорискованных решений для того, чтобы развивать и внедрять эти технологии. Иван, резюмируй, меньше минуты. Иван, резюмируй. То есть получается двигателем прогресса, и как это неудивительно, малый и средний бизнес становится, и это радует. Получается так. Да. Именно так. Но если у нас будет создана все-таки одна единая дверь, вот есть МФЦ, куда приходишь за одними документами, решаешь все. Будет одна дверь, куда приходит инноватор, стартапер, и он решает задачу, тогда будет замечательно. На сегодняшний день таких входных дверей, вот кроме статап-шоу, не существует. Спасибо. Спасибо за интереснейший ответ. Это был венчурный инвестор Иван Алехин.